здравствуйте дорогие подписчики у нас сегодня разбор сновидения расскажу также свое видение поговорим на тему того каким образом привлекается благословение божеств и какие знаки тому сопутствуют сразу зачитываю ваше сновидение здравствуйте на днях приснилось что нашла маленькую статуэтку слоника я ее присоединила к статуэтке форме человека который сидел в позе лотоса оказывается эти два фрагмента были когда-то едины и я такая же это же ганеша ну смысле имеется ввиду она говорит с удивлением что о это же ганеша они просто слоник что может значить этот сон хороший ли это знак может ли можно ли считать что этот сон как благословение после и кадыши или же это не добрый знак может это значит что мне нужно приобрести такую статуэтку себе и вообще существуют такие статуэтки очень странно мужчина йог и рядом с ним малюсенький ганеша я такие статуэтки не встречала может я еще не дособирала все фрагменты может не хватает рядом богини хотя на это ничего не указывал имеется ввиду богини рядом с ганешей да то есть я как-то говорил что существует божества когда богиня сидит у него у ганеши на левом бедре а бывает изображение шри ганеши когда у него две супруги сидят обе на двух ногах одна на правой ноге другая на левой ноге да то есть их имена ситхи и будхи а вот одна указывает на совершенное сознание другое на другое другая ситхи указывает на совершенные способности вот относительно и кадыша и того что нашла маленькой статуэтку слоника здесь указание или условно говоря отсылка ганеша естественно я уже как-то рассказывал что сам ганеша первое время никогда не является в своем подлинном облике да в облике живого божества вот он сначала может явиться как маска слона как изображение слона статуэтка слона вот потом он может явиться как живой слон потом да и всегда подобное явление будет символизировать символизировать какое-то значение то есть еще раз подчеркиваю что никогда видение связаны с божествами не бывают бессмысленными то есть в них всегда сакральная мудрость сакральное значение то есть никогда ни одно божество не является к нам чтобы просто поболтать ля ля тополя и все такое никогда почему на подчеркиваю потому что даже вот у нас в группе иногда пишут сны и видно что ну там просто нет смысла и зачем писать даже уточнять относительно сновидения если она ну немножко такое себе просто накопление какой-то кармической энергии которая проявилась в состоянии сновидения относительно ганеши то что вы состоянии сновидения нашли статуэтку словника и как здесь сейчас еще давайте еще раз зачитаю присоединили к статуэтке в форме человека который сидел в позе лотоса вот то есть здесь является здесь на самом деле смысл благословения которые вы смогли привлечь в отношении человека который скорее всего сидел в позе лотоса скорее всего это кто-то из вашего окружения люди которые имеют отношение к традиции индуизма наверное вот но у нас мы как бы йоги у нас у всех много друзей подобных надо проанализировать свое окружение здесь смысл такой что в силу и кадыша который вы соблюдали вы скорее всего во время кадыша обращались кришна аватару за тем чтобы послать кому-то благословение вот и сработало благословение то есть вы привлекли благословение связаны с устранением препятствий и это благословение в силу какого-то вашего внутреннего намерения вы распространили на скорее всего какое-то человеческое существо да здесь сказано что это статуэтка форме человека который сидел в позе лотос скорее всего так вот еще раз хочу сказать может быть это знакомый может быть родственник который там каким-то образом занят практиками йоги или следует традиции индуизма какой-нибудь вайшнам например а вот и так далее но на самом деле это качество очень важное именно из-за этого качества я и зачитываю это сновидение потому что в нем находятся весьма важные знания все дело в том что способность привлекать благословение божеств это тоже является подтверждением определенным подтверждением уровня человека да то есть когда я зачитываю какие-то свои видения да я рассказываю что вот есть божества вот надо обращаться вот надо читать мантры надо всячески следовать да и мы получим благословение но для того чтобы получить благословение мы еще должны находиться в состоянии когда мы управляя своим астральным телом привлекаем это благословение то есть оно не просто так является нужно еще дорасти до определенного уровня когда мы сможем его взять как бы это объяснить то есть бесспорно благословение какая-то духовная защита в силу духовной практики будет всегда на всех этапах нашего духовного развития но чтобы получить подлинное благословение у нас должна или мы должны обладать определенной духовной силой и и должно быть немало и мы должны находиться на каком-то уровне духовной эволюции тогда мы действительно сможем привлечь само благословение потому что она она просто так не придет и даже если мы там есть даже даже среди моих знакомых друзей да есть люди которые совершенно не понимают что такое осознанность осознанность в медитации внутренний настрой на медитацию духовная практика как часть внутренней жизни не внешней ни каких-то человеческих там настроений или карм внутренней да наш взор я всегда повторяю в роликах что на зор в состоянии йоги в разы обращается внутрь это на что указывает это указывает на то что наше сознание разворачиваясь внутрь нас самих привыкает занимаясь упражнениями йоги наблюдать за эмоциями чувствами состоянием света начитывание мантры и вот это состояние привыкания она впоследствии проявляется как внутреннее осознавание удивительно мы слушаем об этом в каждом видео но есть люди которые не понимают этого это действительно удивительно но я понимаю что присутствует в каждом из нас присутствует я не исключение присутствует в каждом из нас особая тяжелая карма которая внешне выглядит как наша позиция на бронепоезде непробиваемом да вот именно поэтому я всегда говорю просто занимайтесь регулярной йогой регулярной йогой и даже говоря что утверждая что нужно заниматься йогой все равно идут вопросы а как вот это понять как вот это понять а я не понимаю вот это постарайтесь осознать где-то глубоко что понять йогу божественное качество умом невозможно вообще и как не пытаются люди осознать понять и одно это невозможно ум смертное существо под наш поверхностный ум он создаются с момента рождения он исчезает с составлением тела только лишь наше подсознание эти кармы которые мы накопим они остаются с нами навсегда зачем пытаться понять то что находится вне постижение ума у нас у всех есть компьютеры телефоны так вот а в телефон или в компьютер можно загрузить программу которая соответствует параметрам нашего компьютера но есть программы и они очень мощные которые которые загрузить возможно но не каждый компьютер потянет понимаете это как бы загрузить то можно но осознать не получится то есть мощности процессора не хватает точно так же и в йоге но как бы то понять то можно созерцание света медитация на свете это понять можно но что такое осознавание из этих состояний ум не сможет это понять и отсюда как бы возникает вопрос а зачем вообще это делать очень часто да практически каждом третьем видео я всегда подчеркиваю что когда моя учительница мне давала наставление я не мог понять то что она мне сказала вообще не мог понять вот она мне говорит а я как дундук чё она несет какой свет какие блага я там должен что-то реализовать да как я это смогу резать я хватал смотрел на нее думаю что ты несешь господи как я шо ты мне да но для меня она была авторитетом я ее уважал ценил ценю до сих пор и прислушивался понимаете да я нифига не понимал и точно так же в таком же состоянии находимся все мы потому что есть вещи которые невозможно понять ум не может это понять поэтому подходить к учителю говорить объясни мне в 1900 800 354 раз повтори мне одно и то же ты же бессмертный живешь тысячу лет ты можешь повторять одно и то же как попугай объясни мне 1582 раз вот это вот то что ты объяснил 15 минут назад или вчера объяснил или позавчера объяснил понимаете но не может ум это понять только лишь практика и когда учительница мне говорила я смотрел на нее думала блин бред да ну ладно я просто шел и делал трудился работал над йогой и верил но не верил скорее доверял и надеялся я вообще не понимаю что такое термин вера для меня термин веры он больше связан с христианством и на мой взгляд это самая бесполезная и бестолковая вещь во вселенной скажу даже больше я презираю веру потому что вера она делает человека ленивым когда есть объект и мы в него верим и в него надеемся мы считаем что он нам что-то пошлет с небес проходит годы ничего не посылается и выходит что вера она бестолковая ну как бы она может быть толковая но ее надо каким-то образом взращивать даже в христианстве нет объяснение тому как ее взращивать поэтому для меня самое главное это практика я один из таких вот практиков которые но по поезд деревянный там на тройном бронепоезде вот я не боялся критики никогда в отношении себя не стыжусь и да я из плохого рода из демонического рода с плохими кармами попал лжеучителю все кто попал вообще ладно не буду это рассказывать вот я вообще не лучший пример но я смог смог благодаря усердию усердию и уверенности в своих силах работая над собой реализовать определенное качество понимал ли я не понимал осознавал ли я не вообще ни фига не осознавал но я трудился следовал наставлениям учителя учительницы простите и смог раскрыть в себе определенный потенциал скот которым могу со всеми поделиться то есть это пациент потенциал уровня духовного учителя вы сами можете видеть что даже тех знаний которыми я могу поделиться еще не у каждого учителя они есть может быть не скромно не ну как бы это все равно реальности надо понимать что ну ну как бы нет таких знаний возможно в этом какая-то какой-то элемент уникальности я трудился просто трудился просто штурмовал штурмовал прорабатывал не получалось возвращался к начатому пук начатым процессом йога 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 и при постепенно постепенно кармана скажем так прочищались и те качества которым я стремился они сами внутри начали начали просто один за одним просыпаться но это только лишь благодаря практике и нулевому пониманию понимал ли я вообще не понимал вообще от слова совсем потому что еще раз подчеркиваю мой бронепоезд самый непробиваемый мой будет мой бронепоезд никогда не останавливается он не курит на на остановках он пашет он трудится он движется вперед а вот и никогда не останавливается на достигнутом вот в чем секрет успеха в практике понимаете и я опять таки и я же понимаю что я понимаю что если я буду повторять все вот эти вот вещи каждый раз из видео видео я стану как попугай это будет с моей стороны некрасиво но с другой стороны если не буду напоминать об этом то получается так что меня вроде как не слышат люди как бы есть запрос со стороны подписчиков учеников последователей каких-то людей которым просто интересно йога до относительно знаний но когда говоришь мягко и понятно никто не слышит начинаешь каким-то образом обижать он даже частично там где-то как-то может быть оскорблять да вот начинают трепыхаться и задумываться о том что же такое осознавание где же я это все потерял или там потеряла да что же это я не поняла или не понял но там за несколько лет практики принцип того что взгляд разворачивается внутрь йоги то есть принцип того что мы начинаем пребывать внутри самих себя в эмоциях чувствах в ощущениях во всем вот это есть осознавание игровая говорю 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 вот не понятно как бы такая работа повторять повторением отечения ладно немножко отвлекся давайте вернем вернемся вернемся к нашему слонику вот что да и когда мы как когда наше осознавание пробуждается у нас появляется вот возможность управлять благословениями да то есть мы можем привлекать благословения для кого-то из наших близких наших друзей нашей семьи наших предков вот это очень важное качество опять-таки оно не у всех людей может проявиться только у тех кто либо серьезный практик в этой жизни либо практик высокого уровня из прошлых воплощений вот либо это и другое но в любом случае придется трудиться чтобы либо пробудить потенциал прошлой жизни либо либо добиться прогресса в этой жизни как то так далее что может значить этот сон хороший ли это знак да это очень хороший знак прям очень крутой знак да он простенький на самом деле все хорошие серьезные откровения всегда обладают таким качеством как простота простота и незамысловатость чем сложнее сновидение тем скорее всего это просто поток кармы вот вы же видите да что ну я наверное записал несколько десятков даршинов божеств разных божеств и все они довольно простые да они мистичны они непредсказуемы они интеллектом не всегда понимаемые но они простые они обладают качеством простоты вот простота это качество своего рода естественности вселенной да и вселенная естественно она она не слишком сложна как наши хитросплетения наших умов далее можно ли считать этот сон как благословение после икадаши да это однозначно благословение связанное с вашим соблюдением икадыша вот икадыш желательно соблюдать не получается полный икадыш соблюдать соблюдайте хотя бы до вечера или хотя бы до полудня ну или хотя бы там кто сколько может хотя бы до обеда там до 12 часов дня вот это уже будет хорошим знаком то есть потихонечку мы накопим духовных заслуг на то чтобы соблюдать но вообще в идеале конечно надо соблюдать полный икадыш занимаясь йогой а мне было как то интересно да что я не соблюдал тогда икадыши но для меня было важно а перестать спать а вот и было это очень интересно как элемент практики где-то около недели я наверное выдержал не спать без сна то есть я не спал а медитировал ночами получается 24 часа в сутки неделю я выдержал вот но опять таки это была практика знаете довольно такая экстримная во первых не было учителя да никто мне ничего не мог подсказать никто не мог дать толковых советов а там где я был это но это была такая шарашкина контора а-ля духовная практика на основе йоги ну в общем не впечатлило да и конечно же меня отговорили продолжать и я понял что это на самом деле не не благо было для меня надо было продолжать потому что первые несколько дней довольно сложные а потом уже 3 4 5 6 уже как-то в привычку это входит и да ты ну все равно тяжело вот ночь не спать но в целом более-менее да а вот в течение ночи в позе йоги когда сидишь по крайней мере я обязательно я понял что этот момент как бы не контролировался да я выключался то есть я по сути входил в состояние света я спал но это были буквально секунды это было всегда в положении сидя да то есть тело сидит в позе йоги я с закрытыми глазами да и в состоянии медитации начитывая мантру да я уходил в состоянии света и в свете в этом спал меня не было наверное буквально может секунд 10-15 вот я возвращался через 10 секунд я понимал что я выспался ну или хотя бы глубоко хорошо подремал тело отдохнуло то есть находился на таком уровне условно говоря научился спать в медитации не выходя из позы йоги это тоже йогическое свойство такое да вот к этому в принципе стремятся практически все на пути йоги сон впоследствии преодолевается это не сложно ну как не сложно сложно трудно вот так что собственно о чем идет речь я знаю да то есть что такое не спать там неделю я уже говорил что потом были заходы в основном по два по три дня ну вот но всегда там такая практика что всегда возникают обстоятельства из-за которых ты понимаешь ну тебе просто не дадут вот но вообще практика хорошая рекомендую обязательно не спать самым важным элементом является как раз отсутствие сна не то чтобы там не есть не есть и не спать а именно отсутствие сна это самая еда и плюс еще если в это время находиться в позе йоги в медитации это дает очень хороший урок так дальше давайте может ли означать что мне нужно нужно привести такую статуэтку божества имеется ввиду статуэтку себе не обязательно а и вообще существуют ли такие статуэтки я не знаю какие статуэтки вы видели я не эксперт по статуэткам очень странно мужчина йог и рядом с ним малюсенький гонешет я такие статуэтки не встречал а может я еще не дособирала все фрагменты может не хватает рядом богини хотя на это ничего не указывало в общем знак хороший сон хороший но раскручивать пытаться его понять найти какой-то глубинный смысл глубже того что я вам рассказал вы вряд ли что-то найдете что-то ценное продолжайте практику и впоследствии вы сможете привлекать благословение других божеств это тоже будет очень ценным уроком как то так расскажу свое видение как в своем случае я привлекал божеств да то есть точно так же в общем собственно мы все в калий-югу согласно священным писаниям говорится что не существует кастовая система с одной стороны как бы упоминается что она крайне нужна и важна и полезна но с другой стороны говорится что не существует каст потому что подавляющее количество людей принадлежат касте отверженно да то есть касте чандалов или мельчиков по-разному объясняется то есть это пятая каста каста которая находится вне традиции ведических знаний то есть это каста плохой ужасной кармы вот и мы все принадлежим к этой касте естественно когда мы рождаемся у наших родителей то родители чаще всего обладают ну мягко говоря демоническими качествами опять таки мы эту тему ну то есть это исходя из священных писаний я провожу такую параллель вот и естественно я так и так же как и большинство из нас так же родился в такой не самой чистой семье и периодически периодически бывают видения знаки которые указывают на проблемы то с семьей то с близкими то с родственниками это всегда проявляется потому что карма очень много они на протяжении жизни вылазят вылазят вот плюс окружение плюс состояние планеты короче куда ни это да везде что-то да можно не совсем чистое почерпнуть и в состоянии в одном в одной из медитаций я обратил внимание на проявление демонических существ да причем это было связано с детьми а вот и в течении следующего дня я начитал специальные защитные мантры и уже спустя несколько дней в состоянии медитации я опять таки увидел этого нечистого духа демона вот и он выглядел он был покрыт красными огненными энергиями он как бы находился в огне было видно что это злой дух когда огонь видится вокруг силуэта духа это указывает чаще всего этот огонь является проявлением кармы адских миров вот и ну как бы я я догадываюсь кто это что это за дух вот я думаю это в принципе не принципиально там ну они сами по себе такие вот нищеброды они все духи и демоны да они вот ну нищеброды у них ничего нету они живут только лишь за счет того что украдут обманут и так далее вот смысл жизни и естественно даже если они все равно все теряют и все равно падают в нижние миры да и тот огонь который был вокруг него это как раз огонь ада который является знаком того что этот дух опять упадет в ад вот но в состоянии видения я также увидел форму одного из божеств вот и это божество находясь напротив этого демона оно на него давило и подавляло его да то есть энергетически и сознанием происходит такая довольно мощная борьба и это божество просто его расплющивало давило отжимало из этого пространства да и таким образом я понял что этого духа в ближайшее время просто не станет да то есть ну как бы его потихоньку отожмут но это я своим своим пониманием так делюсь да то есть божественное существо вот то есть там не было каких-то боевых действий я не видел божеств которые махали бы мечами там били бы трезубцами нет это божество оно полностью состоялось из голубого света как я понимаю божество пришедшее из миров на райаны вот и он просто находясь в этом пространстве он выталкивал постепенно выталкивал этого злого духа а духу было видно что ему больно ему неприятно он страдает вот но у него не было выбора и он потихонечку мягко говоря сваливает к себе во своясь вот такое вот видение и это тоже то же самое как бы та же самая способность о которой я упомянул до этого да то есть это способность привлекать благословение и направлять посредством деятельности своего астрального тела это благословение в то русло которое нам нужно вот впоследствии это пробудится с регулярной практикой по другому эти качества не проявляются но это качество является определенным символом и очень важным символом того что мы находимся на правильном пути развития и у нас какой то такой серьезный задел серьезный потенциал есть все таки в нас но как то так до новых встреч 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 до новых встреч